Привет, Сонь! Что читаешь? Книга называется «Первый урок Шаламанчи» автора Наоми Новик, издательство «Эксмо», и это первая часть трилогии. Интересная? Про что она? Да, очень интересная книга в жанре темная академия. Представь себе волшебную школу Хогвартс с элементами голодных игр. В Шаламанчи нет ни учителей, ни каникул, ни дружных одноклассников. Зато есть армия злыдней, страшных монстров, таящихся в темных коридорах и готовых напасть в любую минуту. Главную героиню зовут Галадриэль или просто Эль. Она обладает сильными природными способностями к массовому уничтожению и темным искусствам. Но она не хочет быть темным волшебником, и учить неразрушающие заклинания ей гораздо труднее. Кстати, в книге разворачивается романтическая история между Эль и ее одноклассником Орионом Лейк. У Ориона есть комплекс героя, и он спас сотни учеников от монстров. Но ему нужен кто-то, кто спасет его от самого себя, и, похоже, этим кем-то станет Эль. В конце обучения учеников ждет выпускная церемония, где им предстоит пройти через зал, наводненный разными сущностями, и многие из учеников погибают. Подготовка к церемонии – это основная часть учебы в Шаламанче. В школе есть три направления обучения – артефакты, алхимия и заклинания. Это невероятно захватывающая, динамичная и страшная история о приключениях подростков, наделенных магической силой в закрытой школе. Ничего себе, я тоже хочу такую книгу. А где ее можно купить? Друзья, если вы хотите почитать интересную историю о темной академии магии и волшебстве, то я вам рекомендую книгу «Первый урок Шаламанчи». Ссылка на заказ книги будет в описании под этим видео. Сегодня я на ночевку принесла кое-что интересное. Что? Шар-предсказатель! Ого, у Насти точно такой же был! Серьезно? Да, то есть это был мой, но я его Насте подарила, а сейчас я даже не знаю, где он. Мне просто он так понравился. Давай у него что-нибудь спросим. Что, например? Да что угодно. Например, скажи, Кошар, у нас сегодня с Соней ночевка пройдет спокойно? Ответ не ясен. Звучит немного обнадеживающе. Соня! Иди-ка посмотри, что я сделал. Вот вы все время жаловались на всяких монстров в темноте. Так вот, я решил вашу проблему. Как? И как это решит нашу проблему? Если вы вдруг в темноте увидите что-то подозрительное, хлопните два раза, и свет включится. Это, кстати, моя идея. Здорово, правда? Думаешь, это поможет? Ну, конечно. Это же проще, чем до выключателя бежать или сидеть, боясь пошевелиться. Похлопал, и все. Все видно, и уже не страшно. Ну, посмотрим, конечно. Ладно, мы поехали. Если что, звоните. Хорошо, мам. Может, взять какао с печеньем? Есть идея получше. Шар, как ты думаешь, может нам Соне пиццу заказать? Абсолютно точно. Это отличная идея. А какую? Может, пепперони? А может, лучше четыре сыра? Четыре сыра? Ну, я больше пепперони люблю. А давай спросим у Шара. Шар, нам заказать пепперони? Звезды говорят нет. Может, нам заказать четыре сыра? Духи говорят да. Этот Шар явно тебе подыгрывает. Ладно, я шучу. А давай закажем четыре сезона. Там есть и твоя любимая, и моя. Точно. Сейчас закажу в приложении. Класс. Шар, скажи-ка мне. А мне поднимут зарплату? Мало шансов. Да как так-то, Сонь? Но шансы все же есть. А на море я поеду летом? Мне кажется, да. Ну и на какие шиши я поеду на море, если мне не поднимут зарплату? Алена, ты слишком серьезно воспринимаешь этот Шар. На него вся надежда была. Шар, скажи, а я когда-нибудь поеду в Корею? Духи говорят да. Мне нравится этот Шар. Ваша пицца. Спасибо за заказ. Вот мой номер телефона, если захотите оставить чаевые. Ладно. А! Ты чего кричишь? Представляешь, Сонь, Шар сказал, что мой парень будет кореец. Господи, я думала, что-то случилось. Ну конечно случилось. Я же об этом мечтала. Алена, ты слишком серьезно относишься к этому Шару. Между прочим, я ему верю. Давай лучше пиццу есть. Ура, я уже так проголодалась. А почему четыре сыра, а только один кусочек? Что за несправедливость? Кусочка нет. Это что, курьер съел? А еще чаевые хотел. Вот наглец. Позвони ему и скажи, что фиг ему они чаевые. Алло. Извините, но у нас в пицце не хватает одного кусочка. А я при чем? Это вы съели? Нет, я ничего не брал. Ну ладно, я сейчас позвоню в пиццерию. Не надо звонить. Так все-таки это были вы. Ну да, я взял. Есть очень хотелось. Да разве так можно поступать с клиентами? А что такого? Ты что, жадная? Что? Нет, я не жадная. Ну значит, чаевые оставь. Да какие чаевые? Что за наглость? Мы что, за вами должны пиццу доедать? Я взял всего кусочек, не кипятись. Значит так? Я сейчас в пиццерию позвоню и все им расскажу. Только попробуй. Что он сказал? Да он вообще какой-то неадекват. Это он съел? Да, он. А давай позвоним и нажалуемся на него. Пусть другую привозят. Нет, Алена. Лучше с такими людьми не связываться. Ты шутишь что ли? Я не хочу доедать пиццу за каким-то психом. А вдруг он больной? Вдруг заразный? А если он нам в пиццу плюнул? Да, неприятно очень. Давай лучше попкорн пожарим. Давай. Шар, скажи, а тот парень-курьер ненормальный? Очень вероятно. А нам на него пожаловаться? Ответ нет. А он маньяк? Абсолютно точно. Капец. Он сюда больше не придет? Спросите позже. Блин, этот ответ мне не нравится. Когда позже-то? Алена, ты что, собираешься все, что говорит этот шар, принимать на веру? Ну, блин, он отвечает очень точно. Ты разве не заметила? Это всего лишь совпадение. Все, попкорн готов. Все, хватит об этом курьере. Давай сменим телу. Да, ты права. Скажи-ка, Шар, а наша группа выиграет в конкурсе. Духи говорят да. Алена, ты чего хлопаешь? Свет же погас. Ой, извини, я забыла. О, а ты можешь тоже кое-что для меня спросить? Что? Сдам ли я историю дизайна с первого раза? А ты, я смотрю, тоже поверила? Да не особо. Так просто интересно, совпадет или нет. Ладно. Шар, скажи, Соня с первого раза сдаст историю дизайна? Должно быть так. Ну вот, зря ты боялась. Да, что-то в этом шаре есть. По крайней мере, хочется верить, что он прав. Это кто? Курьер. Что ему надо? Ты звонила в пиццерию? Нет. Врёшь. Почему меня тогда уволили? Откуда я знаю? Не пиши мне. Это ты звонила. Я знаю. Говорю же, не звонила. Хватит. За что меня тогда уволили? Спроси. Не говорят. Может, потому что ты пиццу ешь у клиентов? Кроме вашей я больше ни у кого не ел. Ничем не могу помочь. Но я никому не жаловалась. Извини, я, наверное, ошибся. Прощаешь? Ладно, проехали. Пицца вкусная была. Мы не ели. Почему? Потому что мы не едим после незнакомых людей. Можно я тогда приду, заберу? Нет, нельзя. Почему? Потому. Вы же всё равно её не едите. Если ты не прекратишь писать, я вызову полицию. И что ты им скажешь? Что парень у тебя просит кусочек пиццы? Ты что, маньяк? Извини, я пошутил. Ладно. Не пиши мне больше, пожалуйста. Окей. Что он написал? Написал, что его уволили. Но он извинился. Извинился? Да ему место в психбольнице. Как таких на работу берут? Ладно, Алёна, давай спать ложиться. А как же ночёвка? Да у меня что-то голова разболелась из этого курьера. Утром лучше приготовим пирог. Ладно, как скажешь. Что случилось? Не знаю. Какой-то звук странный. Какой звук? Что-то брякнуло в коридоре. Может, послышалось? Что случилось? Наверное, показалось. Что случилось? Да ты чего опять? Ослепила меня? Извини, я не хотела. Да что ты там видишь? Мне показалось, что там кто-то стоит. Кто стоит? Не знаю. Давай вместе смотреть. Соня, только не выключай больше свет. А если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайки. А также подписывайтесь на телеграм-канал. Там очень много интересного контента. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. А спонсоры моего канала это... Денис Хита Сашок Миша Хэллоуин Роберт Балок Зага Хюга Ирина Максименко Каролина Тот Спасибо за просмотр, друзья. И до встречи на канале Непета.